могли пойти вперед в общем концовка партии дорогие друзья что странно да непонятно но нам некогда рассуждать дело в том что началась дальше макнус ведет 20 ничего страшного еще много борьбы впереди еще надо разыграться так вот все правильно то есть я стратегия тиграна совершенно очевидно то есть он будет играть белыми черными одно и то же он будет ходить коня в 3g3 или там на самом деле точно так же он играет на чемпионатах мира и европы у него нет такого репертуара как у магнус вообще в целом не будем скрывать по классу игры магнус карлсон превосходит соперника значительно и по знаниям по умениям по типовым позициям поэтому для тиграна важно оставаться в русле своих структур русле своих знаний но вот мы видим что даже на его территории магнус собственно превосходит и черными белыми оказывает сильное давление ну давайте будем надеяться на интригу да ну здесь черные могут при случае пойти же 5 и вы за этим слоном либо сжечь 4 его поймать если слон идет на это на моему пора уже поражено вы же 5 вообще но как не начнешь не рокироваться что что доделать на чашты можно сыграть белыми вообще вообще удивился что магнус не пошел h3 ну может быть ему такие мелочи я кстати не уверен что это мелочи мне кажется это все довольно серьезно коняш 5 сразу что на слон не 3 6 вот мне кажется что чернопольный слон для белых более важен вот это воскресенье конца 4 это ну так себе можно пережить спокойно а4 начинаются и на феозом фланги проблемы и на королевском видимо кольца 4 все равно придется пойти но тогда у белых в разные есть ну наверное возьмет скорее всего я что ты думаешь на конца 4 будет а можно взять сыграть h3 дальше там души черных ну там просто есть в стире старика уйтелки можно как королем пешочком прийти на f8 g8 h7 ну сам понимаю что вот ферзь е2 напал на пешку h6 пешку это лучше бы не отдавать но я сейчас здесь b4 бы сыграл бы белыми просто провел бы пешку на b5 вот так и сделал магнус браво частые на вниз просто вот два младья бы один дело в том что взять это на проходе не 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 позволяется пешка подвисать просто пешка лишним белых пешку выиграл до от сочетались ловко это у них вы знаете дорогие друзья я не знаю откуда играет петросян из какого часового пояса с какого континента просто прошлый раз как оказалось он из америки играла вовсе не зиме вас из америки играют как место ну вот папа виду он просто не проснулся он играет гораздо слабее чем он может играть я уже не один год наблюдаю за его игрой живут а реально же живьем и так далее но сейчас просто просто совсем не 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 держит базу как говорят у нас народе да ну насколько я знаю по крайней мере как планировалось то все что он должен был играть из калифорнии то есть где сейчас на самом деле 10 часов 24 минуты утра но может быть там они может меня там поздно спать ложатся не знаю ну как конечно бы проснуться уже а в принципе что касается адаптации к часовым поясам поскольку тигран приехал на в середине мая и участвовал в турнире в чикаго то наверное ну и потом наверное работал там я думаю что уже было время адаптироваться так что действительно я сам удивлен как-то у него игра совсем не идет наверно футбол смотрит по американскому времени это наверно очень тяжело так наверно да сейчас тем более пойдут какие-то в разное время пойдут футбола то есть три матча будут в разное время сейчас по обе стороны океана страшно интересные турниры и кубок америки чемпионат европы на чемпионате европе скоро начнутся восьмушки 1 восьмое финала италия с испании встретиться там есть очень интересные уже пары и конечно для футбольных фанатов очень трудно заниматься шахматы ну что мы видим и лишние пешка могучий центр слабая пешка на 7 все прелести и конь наш 5 такой который ну вот это было удивительнейшее решение в этой партии пойти конь h5 когда у белых есть возможности отступить слоном на е3 просто странно просто непонятно да я просто вообще не понял но этот ход правильный ферзь с 7 во-первых конь f4 во вторых но все-таки если сыграть c4 можно взять на е4 это эту пешку c бы нельзя допускать чтобы она прошла вперед я бы даже сказал первый по-настоящему сильный ход черных в этой партии ферзь с 7 и конь f4 вот тут уже какая-то мысль прослеживается интересно конь c5 будет сыграно или нет опасается ли магнез вот этого ослабления королевского фланга мне кажется вообще слона на f4 в данной ситуации можно будет уже отдать я не знаю какой подготовительный ход ладья е1 ладья c1 отдать просто этого слона на е3 он уже отыграл свою роль а потом уже надвигать пешки коньян c5 можно с но мне кажется что ладья c1 интересно из тех соображений чтобы c4 подготовить потому что пойти ладья один может быть черный могут ладья fc8 ну как-то придержать немножко да 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 ну как-то не знаю хотя все равно я думаю что позиция белых а он слон d2 так и что на конь f4 задумано ферзь е3 но как-то немножко это хитро хитро я думаю что ладья fc8 пока можно забросить посмотреть чтобы так тогда наверно конь c5 ну кори раз на д4 то есть он же никак не 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 защитился то есть нами в джев придется в страну ведь пешка надо 4 есть смысл хода слон d2 заключается то может еще пешку нас это и хотел поставить но вот теперь ладья е1 как ты как можно быстрее избавиться этого слона чтобы было поменьше фигур но сейчас наверно водя е1 ну все культурно ну как-то смотри можно сыграть какие-то идеи есть тем не менее вот компенсацию черных уже начинают прослеживаться где-то е5 может быть в мажем владея на c8 правда там пешка на 7 подвисает я думаю что надо надо играть c4 до позиции пешки нужно будет пешки нужно выравнивать я думаю в такую ситуацию после чего не исключено что белый если совсем станет худо в центре могут и пойти d5 и продолжить классическую жертву качества для гринфольда но здесь правда это без чернопольного свона у белых мата не надо зато не модно бы всем будет будет уже как-то там отрезан от борьбы меня на ход c4 смущает антипизационный ответ f5 и на отход коня допустим на d2 крепенько еще е5 этом не уверен с растется ли все в белых я рассчитывал на какие-то вилки вот такие странные то есть я думал пойти на f5 конь c5 честно говоря но уверенности у меня никакой нет там вообще неплохо бы тактику посчитать до прямой вы там удар на т4 любой фигуры вот любой фигуре ладьёй сладом да ну что посмотреть но но все-таки надо проверить там то есть ну немного ли времени в этот момент тратится но все-таки знаю как там магнус просто почувствовал почувствовал что начинается что-то недоброе и поэтому ладья а-д-1 укрепился это все-таки это культурный ход но теперь ладья черных освободилась практика лице поддавливать тоже белыми так-то просто ход сделать вот это главная проблема здесь проблема вот чем что включение ходов ладья d1 и ладья c8 вроде c4 можно пойти на наш любимый ход f5 приводит тому что после конца 5 если ладья c5 и вообще черные пешки f7 и g6 они как говорится стучат копытом могут отправиться вперед сбивая этих коней с насиженных полей и в общем пешка d4 сейчас главный объект атаки так а е5 е5 тоже есть возможность держит в резерве и 5 пока как-то удивительным образом получилось компенсации с такой жуткой структуры но ты в 5 сыграно как мы ожидали то есть пешка на d4 сейчас упадет дорогие друзья что из этого выйдет не знаю у меня какое-то ощущение что может быть удастся что-то набрать но зато теперь конь d2 можно поставить потому что е5 я хотел добиться вот это странно пущем гонян ты 505 нанести такой удар но он уже 4 потеряется уже забирать на и всем как там не будет преимущество они хуже любил их здесь сейчас так смотрю шутки шутками но могут быть и дети когда великий райкин я думаю что белые проводят вот этот маневр как мы как мы уже и подумали но это в стиле магнуса одеться что-то нет хуже белый взял а я не видел что можно c4 за черт конечно 24 воду некоторое некоторое преимущество да вот 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 удивительно все шло казалось бы под диктовку чемпиона и в какой-то момент упустил контроль над ситуацией забавно может быть все-таки c4 надо было ходить водяда один такой общий ход он может быть недооценил владица 8 заходим пока за пешкой b5 а если ладья бы один размер размер на до 4 можно взять более грамотно заходят уже за все за всеми то что они она d3 защитить пункта в 2 но это будет означать что что это будет означать трудно будет держать пешку до 4 после да на самом деле можно заползать на коем дт сыграть ладья а2 там спешкой d4 пусть белый сами разбираются может быть тигран считает что маловато надо было водиться 4 ход посмотреть потому что на воде а70 удар на d4 было бы двойным в 2 и на 7 мне кажется сводится 4 будет ну ты знаешь он сыграл очень чем культурно очень достойно до конца три нет и заслон до 4 поэтому здесь видимо ну конца три будет может быть будет будет вот это главная идея сейчас хотя там ладья b4 все равно гарантирована лишняя пешка но на одном фланге можно не выиграть е6 может быть пока надо было напасть на этого коня но вот он решил так немножко здесь позиция достаточно перспективная для игры на выигрыш слона неплохо бы сохранить магнус глухой обороне черные начинают наступать одно ясно что петросян сейчас размочит счет во всяком случае в плане набирания хоть каких-то это наберет это точно наберет довольно быстро и впереди по времени правда ненамного у белых то проблема что нет хорошего опорного поля для коня и его как-то везде терроризируют не знаю может быть g5h5 все-таки начать потихонечку какой-то момент придется да да вот начал начал хотя не один в том что пункт g4 под контролем я не знаю как здесь прорываться на g4 или на е4 такой бы 2 на слона напали слона не зеваем зеваем слон c7 молодец и 2 и слон b6 так ох ты поймал размен а я не уверен что это ничья у коня есть вообще поля ну куда-нибудь то есть аж 4 отрезать с этой стороны да да с другой стороны можно и подождать пускай он допустим пойдет это очень интересная позиция скажем вот если конь попадется в такой конь g3 h5 конь f1 и вдруг слон f4 да и в общем то уже все надежное пешечное окончание да я однажды в лице алексею древу подобное окончание проиграл мне казалось что ну на одном фланге ничего не будет но у моего коня вот опять-таки не было отрезанных полей то вот коня вырезано же один ну задержу а слон опять а король d3 кстати тоже хороший вырезающий теперь пытается с b5 но там его и заловит это уже похоже что заловит этого коня наверно может быть слон b6 и король е2 просто а слома 6 король f1 но дело в том что не надо за этим конем гоняться нужно нужно свои проходные пешки вести вперед очевидно что вот план в принципе слон b6 правильно посмотрим посмотрим я думаю что черный пешка наш 4 имеет право поставить чтобы белый король никуда не мог выскочить там пешка про проскочит после же 4 так что вообще говоря надо надвигать просто е5 е4 потом пытаться пытаться как-то растянуть оборону противника этими пешками была такая возможность прислание на b6 например но ты кстати интересный тоже ход так хорошо король сычку не а3 вот вот сейчас поймают все на коль б1 он пойдет нет я пошел король б3 на коль б4 опять коль б5 там был а все равно держит какой на d4 где-то да ну ладно ну хорошо пока маневрирует я думаю можно вернуться к плану с е5 е4 взять пешка f потом пойти h4 и угрожать прорывами там разно потом взяли сыграть е3 взять королем прорваться к пешке а что так 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 немножко немножко затягивается это все пытается поймать очередная попытка поймать мб5 пора играть к мб5 пока не поздно дело в том что был конечно ход король c5 там бы точно поймали уже ну вот конь как-то ускользает теперь какое-то новое поля е1 какие-то же 2 ну в общем здесь важно все таки показания показания времени не так-то много времени петросяна е5 началось наверно не в самой идеальной ситуации это он сделал но все равно шанс остается шанс остается конь е1 вот этого можно пытаться вот тут вот надо е4 ходить момент нужен до момент ну вот раз можно потому что этому коню куда идти на или на b2 или на c1 но нашего пока шаг давать вот все-таки здесь е4 ну что ж неплохо здесь будет шанс b4 я не знаю лучше ли этого решил королем королем не меньше нравится но это тоже ближе к ничьей конечно тут не верится уже на королевском фланге прорыва нет я не вижу вот это взять а странно хотя может быть король хочет через f4 прорваться да но конь то все контролирует теперь уже у коня все поля не отнять у него все-таки восемь полей вокруг поля до 3 сколько у него можно отнять ну 4 ну может быть 5 до конечали останутся это уже невозможно откровенно выпустил тигран не сумел ну конечно это просто такого прямого выигрыша опять-таки не было видимо но его анализ покажет но окончание учебное которое достойно для того чтобы в каком нибудь сайте в каком-нибудь журнале появилась бы статья на эту тему где четко было бы разложено кто и когда выиграл вот у нас говорят так что только каруана у него но имея ввиду магнуса выигрывал чисто все остальные только за счет зевков магнус но смелое утверждение нет я за карьерой магнуса наблюдаю многое и сам у него тоже выиграл однажды чисто это это все досужие досужие рассуждения на самом деле магнус нормальный шахматист он человек не господь бог да ну вот теперь видимо с лишней фигуры заканчивается ну хорошо что хорошо открыт размочен счет это самое главное сейчас это у нас там люди отразят я ничего сам в чем этом не участвую два с половиной на палачка в пользу магнуса но психологически ситуации для петросян стал по полегче зал хорошо он так вывернулся то есть казалось что позиция была с дебюта правильно когда b4 b5 выиграли пешку на c4 ну вот как все таки вот это пружина черных почему люди которые играют этот дебют все время они чувствуют чувствуют некоторые нюансы мы приветствуем всех кто у нас в чате пишут